ну всем привет у нас сегодня очередной видео подкаст такой более как бы так сказать с одной стороны практический с другой стороны теоретический касаемо звука ну собственно как с названием понятно и сегодня мы поговорим с Валерой без курса про звук не звукорежиссер сразу к делу мы не тянем время потому что ну с чего начнем просто про звук начнем с первый вопрос очень такой прямой конкретный поскольку ну мы основном говорим не вообще про наше кино украинское ну да это интересно местное местное да тут как ты думаешь насколько звуку уделяют должное внимание я думаю я думаю что сейчас сейчас есть положительная тенденция что звуку начинают уделять больше внимания то есть есть интерес и у молодых режиссеров и есть интерес и есть желание более серьезно относиться к звуку и это положительная тенденция хотя конечно есть и отношение более поверхностное более более несерьезное но все зависит от человека и его отношения к вопросу то есть тема звука очень серьезная и можно бесконечно глубоко углубляться и искать и находить вопрос находить вопросы и решение этих вопросов все зависит от человека и насколько он хочет серьезно этим заниматься но смотри у нас получается есть такое как андеграундное ну или там такое а есть типа какой-то более такой официально официально вот ты короче смотрел что то есть такого последнего но я не знаю там то есть прошел кричевогон там такое посмотрел что то есть наш последнее что я смотрел этот раз бульба а еще в этом за такой интересного ну там по звуку у меня такие есть такие может быть комментарии что не совсем не совсем до конца серьезно ну скажем так есть много хороших фрагментов там где использована оркестровая музыка и серьезный подход и есть видимо то ли торопились сдать сдать этот фильм там где это сделано под синтезатором мы начали просто про звук без музыки давай музыку пока чуть-чуть к ней подойдем начали чисто про звук говорим вот как без музыки вот то есть такая как бы из практики короче ну про на практике продолжаем то есть сейчас как бы время шну этих dslr фильмей ну короче те которые снимают на фотоаппарат пишут ну пришло как бы больше с видео с видео продакшена все ну как бы оно и есть и звук используется как бы ну ну мы считаем что вот с площадки точнее не 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 я не приду а на что вот писать звук короче вот такая тоже интересная тема то есть микрофоны там это тесты это youtube полностью завален от рекордеры у нас есть короче вот мы пишем интернет завален завален рекомендациями реклама реклама и отзывами но здесь я могу сказать что можно можно использовать рекордер можно использовать петличку все зависит от того насколько что мы хотим получить в результате если мы хотим получить в результате так сказать быстрый продукт как быстрое питание можно можно использовать но это будет не совсем художественно это будет как как фотографии как фотография вот на на телефон да быстро компактно но соответствует ли это поставленная задача или раскрытие художественного образа это второй вопрос здесь множество решений и множество вариантов нет единственно правильно это нужно в каждом конкретном случае решать в основном упираться может быть на начать но все вопросы можно начать с петлички можно начать с портативного рекордера и все-таки прийти к решению там более серьезным там тонирование тонированию в отдельной студии подбору актеров для этого тонирования и скажем так в советской школе всегда вопрос решался конечно в пользу тонирования если это художественный фильм то это процесс озвучивания это отдельная студия отдельно может быть даже не те актеры которые снимались на площадке те которые лучше владеют техникой речи и звуком и вопрос решался более серьезно сейчас конечно мы все спешим жить все спешим побыстрее побыстрее получить результат пользуемся компактной техникой и у кого я мы все равно больших фильмов в воли вуде тоже тонируют все равно подходит но не подкрым но если проект серьезный насколько я знаю не все равно не подходит спустя рукавах ну так вот а у нас есть цифровой ну и ничего ну или какие-то там такие то нам ускорит нам все равно но также подходит чтобы получить качественно потому что на кому большие деньги кто не хочет ложек обычно обычно получается как когда мы пользуемся компактными приборами там микро компактными рекордерами получается картинка плоская и не но и скажем так мы не всегда можем получить достаточно достаточно раскрытие этого художественного образа если мы хотим перед передать что-то сверх этого обыденного реализма да сверх можно сказать там домашней кухни то нужно идти дальше и нужно ну тут еще получается как в полевых условиях ну ну по опыту уже понятно практически нереально записать ну в качестве ну как чистый качественный ну как как чтобы не вот и сейчас мы сидим короче и вот эти шумят да да есть шумы от осветительных приборов я не но все передает все равно надо все на excavate можете чуть-чуть быть не слышно но шум все равно есть вот как-то ну и получается любом помещении ты мы снимает полцену там-там-там-там вот мы снимаем ком-то кафе короче то вроде тихо этих и там где-то ска barber judgments холодильник и он слышен этот о холодильный короче как был дапу и ты как бы не следующая потом где-то там но где хорошая лет катапустика ты ошибишь и там вот чушу то шумы здесь 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 вступают еще в силу вопросы психологии, слуха, что человек может настроиться на собеседника, есть такое в звукорежиссуре понятие эффект вечеринки, что в шумном баре или в шумном кафе мы можем настроиться и мы можем прекрасно слышать друг друга, общаться, но если поставить микрофон, окажется, что наша речь полностью в шумах. Она не слышна, то есть микрофон не может направить свое сознание, у него нет сознания, и он ловит все, и это совершенно отличается восприятие запись через микрофон и восприятие слух. Слух тоже очень большая тайна, очень сложный инструмент, который нужно исследовать, заниматься вопросами, изучать не только технику, но и человеческое восприятие, слуховое восприятие. Это психология слуха, это очень интересная и отдельная тема, которую, может быть, посвятим другой разговор. Ну, ужастики, ну, это что же, можно на звуке построено, ну, получается, больше даже восприятие фильма через звук-то, в любом случае, ужасы на звуке строятся. Ну, смотреть фильм просто, и где там звуком делается, примера, короче, ну, без музыки, без музыки, то есть музыка это уже отдельно. Просто только звуком можно сделать, допустим, добавить там какое-то, ну, понятное дело, передать атмосферу, то есть если мы сидим в лесу в каком-то и добавить там каких-нибудь шумов. Такой шум, или там более, более такой, знаешь, ветра больше, уже понятно, что там, знаешь, уже другое. Где происходит другое восприятие, конечно. Другое восприятие, получается, хотя там вообще, может, на съемках вообще ничего не было. Да, стоит в фильме заменить несколько звуков, восприятие кардинально меняется при том же видеоряде, при той же картинке. А если выключить звук, то окажется, что этот ужастик больше напоминает комедию. Ну, совершенно, совершенно, звук это потрясающее средство влияния, воздействия на зрителя, на слушателя. И что, конечно, звук очень важен, и он отдельно очень интересен и важен, но в контакте, в синтезе с картинкой, с видео, это совершенно потрясающая штука. Это уже, получается, у нас чудо, чудо кино. Ну, да, смотри, практически, мы опять вернемся к технике немножко. Давай. Поговорим. Вот есть у нас рекордеры, которые сделаны там буквально сейчас, не очень, ну, продаются, популяризируются. Ну, раньше тоже, что писали, короче, ну, что-то. И, оказывается, ну, что, они стали плохими. Короче, вот мне вот интересно, вот микрофоны, там, допустим, то есть старые, ну, даже не 50-е году, а хотя бы на 90-е году, там. Они, что, ну, как бы непригодные, то есть раньше, что делали. Очень пригодные и, скажем так, даже микрофоны, если правильно за ним ухаживать и правильно проводить техническое обслуживание, старые микрофоны, наоборот, они ценятся все больше. И специально, специально, вот, даже в новых микрофонах, там проводится процесс искусственного старения мембраны, потому что улучшаются ее свойства, становится более теплым звук. И старые микрофоны всегда ценились, и сейчас люди занимаются поиском старой техники, старых микрофонов. То есть, ну, как бы, чуть-чуть подсказывается, что имеет смысл не гнаться не только, там, за новыми, там, зумами, тратить деньги, имеет смысл, как бы... Есть, есть две крайности. Можно гнаться за самыми, самыми последними новинками и сказать, что все старое плохо, только вперед, только, там, самыми цифровыми, самыми популярными приборами нужно пользоваться, самой передовой техникой. Есть другая крайность, что мы говорим, что вот раньше было все хорошо, сейчас все очень плохо, гнаться, там, за более, там... Ну, это надо только с помощью каких-то тестов, да, определять. Я думаю, что истина где-то посредине, и нужно знать, ну, пользоваться и современной техникой, но в то же время, допустим, к этому же рекордеру можно подключить микрофон. Ну, пусть это будет старый микрофон, но он придаст краску, придаст жизнь, и мы в итоге получим интересный результат, я думаю. Ну, это как с объективами, это как было. С DSLR. Ну, ты больше в этом разбираешься. Открылись, получается, все старые вот эти, что были, новая жизнь у них вернулась, и оказывается, все новые, не такие уж... А, то есть, объективы, которые используются к цифровым фотоаппаратам. Да, 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 которые через этот, весь парк, короче, всех старых, там, 70-х, ну, все вот эти, которые можно прикрутить, прикручиваются и используются. Не скажу, что... Ну, понятное дело, технология уходит, но если сравнивать цены, ну, вот это такое очень решение, ну, не все же миллионеры, поэтому, если сравнивать цены, это очень сильно решает, короче, вопрос. Это как в звуке такая тенденция, вот возврат к ламповой аппаратуре, вот говорили, там, как только появились транзисторы, там, 70-х, что лампы это отстой, лампы это вчерашний день, вот транзисторы вперед, потом микросхемы и так далее. А сейчас люди поняли, что и в ламповой аппаратуре есть своя прелесть, своя теплота, и эти ламповые микрофоны ценятся, ламповые предусилители, усилители и аппаратуры. То есть, ну, я думаю, что стоит искать какой-то синтез и старой, и новой аппаратуры, там, ламповый предусилитель, ну, пишем в компьютер, это нормально. Насчет, смотри, теперь чуть переходим к такому, к постобработке. Типа, очень идет такая революция у нас, ну, есть видео и со звуком, что вот можно, там, чуть ли не все обработать, просто обработать. Ты думаешь, насколько реально просто получить, ну, сделать из такого, допустим, записать звук или записать в какой-то студии, короче, и свести их, ну, к минимальным, там, различиям, ты понял? То есть... Я думаю, к минимальным различиям свести невозможно. То есть, понимаешь, в чем вопрос? Какой бы ни... Да, компьютерная техника позволяет очень, очень широко, очень, очень качественно проводить постпродакшн, любые обработки, любые эффекты, но все-таки определяется исходной акустикой комнаты, микрофонами и приборами записи. То есть, это как, не знаю, в кулинарии, что у нас, что является исходной, если исходные продукты, это, там, живые продукты какие-то, ну, пригодные, то мы можем из них приготовить. Точно так же и здесь, если у нас есть подготовленное помещение, хорошие микрофоны и хорошие рекордеры, мы можем путем обработки получить достойный результат. Но если у нас отношение к этим вопросам несерьезное, мы говорим, мы все сделаем на компьютере, все потом обработаем, компьютер все сделает, не получается так. Не получается, если даже самое совершенное компьютер, не позволяет, если запись хороша, она хороша и без обработки. А с помощью обработки мы можем ей придать еще форму, объем, но если у тебя в исходнике ничего, плоский звук, то как бы ты, ну, это в лучшем случае получится какой-то искусственный, искусственный эффект, искусственный, который, ну, не очень жизни способен. Ну, как бы это тоже получается, как этот, требования какие ставятся, к фильму, допустим, да, если, ну, я не знаю, ну. Требования по звуку? Ну, да, какие вот эти требования, ну, понятное дело, что многие, ну, в первую очередь, они, ну, то, с чего мы начали, все равно игнорируют немножко, ну, не немножко, а так вот даже большинство, в своем игнорируют, короче, именно создание, воссоздание звуковых такового. И если уже делает, то, в принципе, делает, ну, как бы тоже, ну, как я там делаю, допустим, красиво, там можно, да, эффект, там все это добавил, вроде его создал, но если, где его слушать, одно дело, сталкиваясь еще такой вопрос, в наушниках, в пищалках или там в системе, вот это долгие. Вот, да, ты спросил, какие требования, здесь нужно в первую очередь понять, для чего мы делаем. То ли мы делаем это для телевидения, для интернета, либо это для кинотеатра, это совершенно разные требования. Чем, скажем так, ну, наибольшее требование к звуку, конечно, это кинотеатр. Ну, там села же слышно. Да, да, то есть, если ты послушаешь на больших колонках, ну, точно, как ты смотришь на телефоне и на большом экране, совершенно разная детализация. Точно так же и к звуку, подход к звуку, чем больше у нас помещение и акустические системы, тем более серьезные подходы, серьезные требования к звуку. Здесь, как под увеличительным стеклом, то, что у тебя на компьютерных колонках прозвучит хорошо, там ты услышишь всю лажу, всю неподготовленность. Поэтому, да, вот, тут и получался такая немножко, ну, мне кажется, тоже не все далеко задумываются, где он будет смотреться. А для этого, чтобы получить достойный результат, нужны условия мониторинга, то есть, звукорежиссер, когда работает, он должен работать в подготовленной комнате, во-первых, с определенным временем реверберации, да, с наличием мониторов, идеально, если у него есть мониторы ближнего поля, мониторы дальнего поля. На мониторах дальнего поля мы можем услышать, как это будет в большой комнате, и на мониторах ближнего поля примерно, как будет в более компактных системах. Сравнить, услышать разницу. И, в общем, мониторинг и контрольная комната, вот то, что важно. Если ты не можешь контролировать звук, как он будет у тебя звучать в большой комнате, в большом помещении, то ты не сможешь просто это сделать. Ну, да, да, ну, я понял. Ты вот смотри, из современных тенденций по звуку что-то там выделить, ну, в общем, по звуку тебе надо. Ну, по звуку сейчас вот тенденция к многоканальности, вот, система там 5.1, 7.1, ой, по мне так лучше бы начинать с моно. То есть, на самом деле, как это не смешно, но у нас мы спешим к этим техническим, да, в этом есть, конечно, прогресс, но начинать нужно, наверное, просто с одного канала. Вот раньше, когда был только моно-звук, в этом... То есть, смысл... Да, можешь, я тебе скажу так, вот возьми старый, там, советский моно-электрофон, и ты удивишься, насколько цельная картина. Вот стереозвук, да, два канала, это уже фантомный, мы слышим фантомные образы, это уже большая, большой фокус сделать стерео, а сделать картину, сделать звук 5.1, 7.1, то есть, я, допустим, за это не берусь, потому что у меня нет ни технических средств, ни достаточно подготовки. Но это не просто каналы разбить. Конечно, это не просто мышкой на экране, значит, поиграться с мышкой. Это серьёзная задача, и там для сведения в 5.1 нужна другая контрольная комната, которая отличается от стерео по своим акустическим. Здесь совершенно другие задачи серьёзные. То есть, я бы сказал всё-таки ребятам, которые начинают, начинайте с моно, потом переходите к стерео, и очень не спешите переходить к звуку 5.1 или 7.1. То есть, это очень серьёзный вопрос, и здесь нужна серьёзная подготовка техническая, акустическая и так далее. Ну, хорошо. В принципе, может, к чему-то ещё вернёмся. Ну да, у нас такой винегретный разговор. Да, про музыку. И раз мы уже подходим так чуть-чуть к музыке. Ну, в любом случае, это тоже часть, как бы... Да, это часть кино. Даже весьма такой, ну, как инструмент у нас такой, который мы можем... Так уже, если уже звуком мы, ну, получается, либо реальность создаём, получается, атмосферу реальности, музыкой мы уже там драматическую, если это более составляющая. Ну, тогда такой вопрос. Музыка, дело, получается, как бы тебе сказать... Звукорежиссёра или композитора, да? Да, да. Чьё это будет? Ну, я скажу, попробую ответить так, что вот раньше, да, ну, в советские времена, чтобы учиться на звукорежиссёра, нужно было сначала получить музыкальное образование, желательно, высшее образование, и тогда ты только мог учиться на звукорежиссёра. Сейчас у каждого, у кого есть компьютер, каждый звукорежиссёр, каждый композитор... Ну, скажем так, я считаю, что всё-таки звукорежиссёру нужна музыкальная подготовка, нужна музыкальное образование, и он должен разбираться в вопросах музыки. Мне так, ну, в своё время повезло, ну, я сначала вот стремился стать музыкантом, получил там, получил образование музыкальное, и затем уже занялся звукорежиссурой, и я почувствовал, насколько мне это помогает. То есть, знание музыкальной теории, знание живых инструментов, это помогает звукорежиссёру реально, действительно. Вот, если вспомнить, там, величайший звукорежиссёр советский Виктор Борисович Бабушкин, он закончил консерваторию как композитор, то есть, а потом уже занялся и... занялся звукорежиссурой, и также он реализовал себя и как композитор, и как величайший звукорежиссёр. То есть, музыка — вопрос серьёзный, и если ты... Ну, обычно каждый считает себя специалистом в музыке, то, что ему нравится, считает самым лучшим, то, что не нравится — это. Но здесь же вопрос, музыка очень разная, и музыка очень сложная, скажем так. Она может подходить к данному тексту, к данной картинке, а может, наоборот, его испортить, и работать с музыкой очень сложно. Ну, здесь, думаю, в любом случае, вот такой ещё, получается, выплывает момент, в каком этапе, по идее, звукорежиссёр может подключаться к фильму. То есть, звук, музыка, то есть, как, допустим, какой вариант. То есть, как мы... Вот мне нравятся вот эти композиции, я их ставлю, короче, допустим, говорит там, не знаю, режиссёр, да. Они, ну, мне кажется, ему, что это идёт, но если, допустим, звукорежиссёр, кажется, что не совсем это может подойти, может, какие-то варианты там есть, но это, как, получается, уже, допустим, потом, да, уже решается. А на каком этапе, в принципе, может звукорежиссёр подключиться к фильму там? На подготовке или на съёмках? Или только уже, в принципе, на потом подключить? В принципе, да. Скажем так, звукорежиссёр заканчивает, я начну с обратной точки. Звукорежиссёр заканчивает, он ставит точку в фильме. Когда уже смонтировано видео, монтируется звук, и он ставит точку. Но можно подключить звукорежиссёра на самом последнем этапе. Но если ты подключишь звукорежиссёра раньше, скажем так, ещё на основе там, когда проектируется, пишется сценарий, пишется музыка только, то это поможет в дальнейшем. То есть легче будет проходить все этапы фильма. Будет, можно сказать, даже работа идти быстрее, слаженнее, если звукорежиссёр будет с самого начала. То есть если он будет говорить, что вот всё-таки желательно бы здесь... Не забывать записывать звуковой дубль, например. Да, например, да, не забывать дубль. Или, скажем так, что вот если здесь музыка будет накладываться на речь, то она должна быть более спокойной, чтобы не маскировалась речь. Или музыка хотя бы в общих чертах общался звукорежиссёр с композитором и давал ему направление тоже со своей точки зрения, что вот здесь музыка должна быть примерно такая, здесь примерно такая. Ну и в дальнейшем от этого выиграет только весь процесс создания фильма. В идеале, конечно, да. В идеале, да. Но обычно происходит, что звукорежиссёр уже, когда уже всё сделано, тогда пишется звук и быстрее нужно закончить, сдать картину. По поводу быстрее закончить и как это быстро сделать. Ну, понятное дело, где можно делать дольше, где быстрее. Это в зависимости от задачи. Вот тут как я делаю к режиссёру, вот если тут какая вот получается, ну, я не знаю, не мотивация, как это... Ну, режиссёр снимает фильм, потому что он хочет это снять. Ну, каждый подключается с какой-то там мотивацией к этому фильму. Вот звукорежиссёра какая, то есть какая вот именно мотивация? А, мотивация. Именно в кино вот получается, да? Работать с кино, конечно, очень интересно и захватывающе. Здесь у звукорежиссёра может быть целый набор мотиваций, скажем так. То есть ему интересно, я думаю, и записать речь, и записать музыку, и как это всё вместе, это, опять же, какие-то кулинарные ассоциации. Вот как у повара создать какое-то сложное блюдо, да? То есть что добавить здесь, что убрать здесь, что получится в виде. Можно сказать, что это тоже как создание. Да, такое сложное синтетическое искусство. Но есть свой драйв, есть свой драйв у звукорежиссёра, когда получается, когда какие-то проблемы решаются, и ты находишь тот звук, которого искал. И есть просто какая-то магия, когда при соединении всех элементов ты получаешь какое-то эмоциональное воздействие. Ты понимаешь, что это продукт, это будет воздействовать на зрителя. Ты понимаешь, что ты это создал своими руками, да, что именно такое сочетание, которое стреляет, пробивает, вот оно воздействует. От этого тоже получаешь... Смотри, да, вот опять немножко возвращаемся не то что к технике, а к записи звука, к технологиям, получается. Вот у нас сейчас есть, что-то делают, допустим, как людей, ну я не знаю, не заставить, а сказать, что вот насколько важен звук в фильме, ну для нас, допустим, что надо этому уделить больше внимания, чем даже, ну, может быть, картинки. Ну как, вот в чем. Ну как есть. Ну, подойдет к тому, что там, нет, потому что, ну, опять же, как музыку, кто заслушает, да, кто-то, короче, коммунисты, да, это так нормально, вот. Ну, в принципе. Ну, зритель-то, он, как бы не оценит, как же, как, ну, оценит этот зритель, он ему либо нравится, либо нет, то есть. А вот именно, ну, создатели получаются. Чтобы именно вот они запарились на звуке и, наконец-то, начали делать все, ну, все начнут делать и остальные начнут делать, то есть, а сами же, для того, чтобы... Вот этот человек должен, я считаю, я считаю, что если плохой звук, то какой бы классное видео не было, какой бы классный монтаж, плохой звук все испортит. То есть, если звук есть, то даже, то даже, там, не совсем удачное видео, не совсем удачный монтаж, звук скрасит и, как бы, приподнимет. А если это хороший звук и хорошее видео, то это, конечно... Ну, просто так там и есть, может, это культура, или, я не знаю, как это... Я считаю, что никак не заставишь людей уделять звуку внимания, пока человек сам не набьет шишек, пока он не поймет, что нужно звуку уделить внимание. А звук... такая штука, которая вот... Ну, просто к тому, вот, многие делают, там, ролики, и они сознательно просто добавляют музыку просто, и все, они просто ничего не делают. Ну, по звуку ничего не делают. Ну, опять же... И они говорят, да, вот мы, ну, зачем вот это, да, вот. Просто музыку, красиво, там, картинка под музыку, да, конечно. Ну, если задача, там, я не знаю, какой-то информации, именно передать информацию, то, может быть, музыка и не важна, там, то есть, главное, там, текст, речь, информация. Может быть, и проходит такой номер, что музыка второстепенна, там, какая-то... Ну, но тогда этот продукт, он не несет никакой художественной ценности, его нельзя назвать кино, как один из видов искусства. Это просто какой-то технологический ролик, который, там, помогает понять что-то или донести информацию. А если мы хотим все-таки создать художественные продукты, и как относиться, подходить к этому, как к искусству, то, конечно, к звуку нужно очень серьезно относиться на всех этапах производства. Ну, и немножко про деньги. Можно бы сделать чисто теоретически, но, вот, более-менее достойно, ну, не просто так, вот, без каких-то таких оливудовских затрат. Можно, можно. То есть, здесь, понимаешь, как, чем выше твоя квалификация, тем больше ты находишь лазеек способов сэкономить бюджет, сэкономить средства. Я не скажу, что я, там, такой профессионал, но, конечно, хорошая техника стоит, хорошие микрофоны стоят денег, хорошая техника, тем более хорошие акустические условия. Это требует вложений. И чем больше мы вкладываем в это, тем в дальнейшем мы экономим. Мы тратим меньше времени на запись, меньше времени на монтаж, на принятие необходимых решений. Это все позволяет вот такой парадокс. Чем больше мы тратим, тем больше мы экономим. Ну, осознанно тратим. Осознанно тратим. Не на маркетинг. Да, да, целенаправленно на звук. Но если какие-то бывают разные условия, нужно там в полевых условиях, как ты говоришь, можно снять звуки в полевых условиях качественно, даже простыми средствами. И это получается иногда. Ну, иногда, и вот полевые. Вот этот, как это, вопрос живой или тонированный звук? Ну, мы чуть-чуть говорили про него. Ну, да, да. Как вот такое противостояние. Ну, как это? Противостояние. Да, вот вопрос. Ну, сказать однозначно, что вот только нужно тонировать. Это, я думаю, не совсем будет правильно. Или сказать, что вот только живой звук на площадке, с микрофона пушки или с петлички. Я думаю, здесь, опять же, определяются конечные задачи. Если мы хотим создать продукт быстро, который сериал, обычно пишется звук на площадке, и нет никаких проблем, когда лучше, когда хуже. Но если мы хотим, опять же, получить серьезный художественный продукт, какой-то ближе к искусству, то, конечно, возможности тонирования, они позволяют получить более интересный результат. Ну, скажем так, здесь, знаешь, опять же, как вот аналогия с фотографией. Можно сфотографировать, а можно пригласить художника, который напишет картину со своим пониманием, со своим взглядом. И, может, эта картина не совсем реалистична, но, а кто сказал, что искусство – это… Ну, здесь вот сейчас про сериалы вспомнил, я вспомнил про актеров, которые играют в этих сериалах, про там, Букинах, вот. И про, ну, какие у них задачи стоят там, и какие задачи, допустим, стоят в другом фильме, фильме каком-то игровом более-менее. Вот. И как они по-разному делаются. Из рук-то мы пишем, что нам главное записать на площадке? Ой, голос получается, да? То есть первоочередная задача. Голос. Да, записать голос. Вот самое-самое главное. Даже не шумы получается, да? То есть шумы – это можно как бы и воссоздать теоретически. Ну, не практически точно, да. Шумы воссоздаются, добавляются позже? Они, то есть, в принципе, я так понимаю, с шумами – это более такой вопрос простой, в том плане, что вот можно их просто воссоздать, и они не будут. Ну, Букинах главное вовремя добавить, чтобы зрители знали, где смеяться. Нет, я просто к тому, что в шумах… Шумы можно и воссоздать, и мы не поймём, что либо там они записаны. Опять же, да, шумы. То ли мы используем шумовую библиотеку, то ли мы пишем эти шумы в стубе, тоже это разные подходы. И это вот как с тонированием и со звуком с площадки. Можно к шумам относиться, как вот второстепенно, взяли готовые шумы, вставили, использовали их, или же попытаться воссоздать эти шумы, какие-то устройства придумывают для воссоздания шума. Это более интересный, более творческий путь. Ну да, и получается, вот актёры, они, у них там как-то, ну, они все постоянно одинаково, ну, у них как бы не нужно. И просто они пишут звук, получается, на площадке сразу его уберут. А на тонировании, в принципе, они могут, ну, поскольку там немножко другие задачи стоят, на тонировании у них может что-то, на самом деле, тоже не получится. Но получится хороший кадр. То есть можно, в принципе, исправить. Потом на тонировании, вот это и ты хуй не видишь. Ну, видишь, здесь, здесь как, сказать, что сериал это ерунда, это легко и тоже нельзя, потому что тогда к актёрам, в сериале к актёрам более серьёзное требование, они должны владеть голосом, они не должны ошибаться, потому что звук пишется сразу и эти дубли, если там какой-то прокол по звуку, приходится переснимать. Только из-за того, что прокол брак по звуку, да. То есть серьёзное требование к актёрам на этом сериале. Поэтому сказать, что Букин это ох, ерунда, тоже нельзя. То есть там серьёзные актёры, которые прошли серьёзную школу, они не только зарабатывают, но они серьёзно работают. Это тоже вопрос. Поскольку, да, у нас, если ты там партизанским, поэтому, допустим, ты тонирование можешь что-то исправить. Даже пригласить других актёров, которые не могут говорить, допустим, люди. Ну, понятно. На площадке не могут сказать. Ну, по-разному. Да, ну, можно. И даже лучше будет выглядеть. Часто бывает, что актёр, который вот, не тот актёр пишет звук, который, другой актёр приходит, получается лучше, чем у того актёра, который снимался. Ну, это тоже такое. Кому-то нравится, кому-то это не может, не нравится. Так, хорошо. Ну, я не знаю, вроде мы всё. Сколько? 45 минут? Да, 40, 30 минут. 30 минут. Вроде мы всё сказали. Ну, про технику проговорили, что надо как-то... Надо как-то зафейдить какую-то прощальную речь. Да, прощальную речь. Ну, ближе к фейд... Вытяну... Вытяну какое-то пожелание. Пожелание. Ну, пожелание... Ну, я не знаю, пожелание... Ну, типа, занимайтесь звуком, интересуйтесь и... Работайте, обращайте... Ну, как-то так, типа... Не, ну, у нас всё так оно и есть. Ну, аж... Ну, все только ждать, смотреть фильмы. Как бы, мы вроде что сказали. Ну, и деньги не всё решают. Надеюсь, тут надо... Ну, просто обратить внимание. И мозги, и опыт людей. И ещё такое, может быть, пожелание. То есть, смотрите, слушайте старые фильмы. Очень, очень много интересных примеров. И очень много есть чему поучиться в старых фильмах. И даже там, где Мона, это не всегда плохо. И это не главное. Много каналов или один канал. То есть, всё равно, есть чему поучиться в старых фильмах. Ну, на старых фильмах не только. В звуку можно поучиться. Многое чем. Да, да. И всем. Звуку в том числе, скажем. Ну, всё, до встречи. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok